Мама, а вот как называется, когда дядя Миша в салате заснул? Это называется, сынок, натюрморт. А как называется, когда наш папа с тетей Валей и своя тетя Ксении на берегу вино пьют? А это, сынок, сам догадайся, Андрей Битов, человек в пейзаже. Дорогие друзья, с мах на первом канале у нас в гостях сегодня Тина Кунделлаки, которая на бешеную... Тина, давайте я это сделаю. Почему? Ну, давайте я это сделаю. Я люблю, почему? Вас в таком образе, вы поедете дальше, будет пахнуть луком? Это прекрасно, Иван. Все подумают, что вы встречаетесь с Чиполлино. Лучок. Значит, что нам нужно? Нарезать лук? Да, и пушить. Давайте две головки. А я, кстати, лук очень люблю, я в салатах его очень люблю. Давайте я сделаю. Значит, у нас есть такое распределение обязанностей. Серьезно? Луком должно пахнуть от одного человека. Это вы? Да. То есть это ваш фирменный аромат теперь, помимо сосисочного отвара? Какие у вас любимые кухни национальные? Я имею в виду, ну, если убрать кухню, на которой ваши родные, а вот вы любите там испанскую, итальянскую, южноамериканскую, французскую, белорусскую? Я так хорошо не живу, и свободно белорусская бы остановилась. Ну, знаете, я вот не поклонник каких-то таких разнообразных кухонь. Я очень простые вещи ем, еще раз говорю, в силу того, что поправляюсь. То есть самое такое, скажем так, криминальное в моем питании, это если я поела пиццу или я поела спагетти. То есть все зависит от того, где вы живете, Иван. Вы же прекрасно знаете, что когда мы, допустим, находимся за пределами нашей родины, правильно, допустим, за границей, то и еда при хорошем средиземноморском воздухе и при соответствующей природе, она усваивается по-другому. Как, собственно говоря, почему французы в конце дня, часов 8-9, приступают к ужину, едят так много блюд, Иван, потом полируют все это сыром? Хотите, скажу, другие продукты. Я перед вами человек, который провел во Франции два месяца, и поверьте мне, рядом не было никого, кто бы меня остановил. Как только Владимир Познер отворачивался, головка сыра исчезала в моей головке. Тонули во мне, в красном вине тонули ноги у Тины. То есть вот почему Владимир Познер так сильно похудел? Вы съели все. А я могу вам сказать, Тина, что приехав из этой поездки и встав на весы, ну, на таможне... Ага. Вы поняли, что вы слегка перегнули? Я понял, что я поправился всего на полтора килограмма. Можете себе представить? Но, Тина, я делал все, как делают французы, не исключая при этом сосисочный отвар. Ну, вот видите, Иван, на самом деле это удивительная вещь, как, например, кухни разных народов хороши для этих народов и не очень хороши для нас. Хинкали, например, Иван. Настоящие хинкали, они большие, они совсем по-другому выглядят, не для тех хинкалей, которые здесь можно поесть в ресторане. И сулгуни совсем другое. Тина, простите, я обратил внимание, вы молодой чеснок режете? Да, молодой чеснок чуть-чуть. Чуть-чуть. Даже вот это совсем там прям, даже вот, 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 да, и все. И ничего больше не надо, чтобы не было запаха чеснока. Ну что, поехали, как у нас с мясом? Мясо у нас, смотрите... Ну, чуть-чуть еще, давайте еще прям минутку, пока лук обжарим. Тина, я пока... А у вас лопаточка есть, Иван? Я чувствую на этой... Вы меня спрашиваете, как на троих в русском кладбище. Да, есть. Значит, мы просто до золотистого состояния, а потом в кастрюлю уже, да? Да, 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 а потом травку в конце уже. А потом уже в конце травку. Да, в конце травку. А давайте еще, знаете, я вот думаю, как нам лучше. Можно, есть два варианта, Иван, как вы любите. Я, например, когда добавляю алучу, я ее добавляю уже в последний момент, чтобы вот мякоть, она не стала разваренной. Вкус самой алучи, он лучше сохранен. Сделаем так, как вы говорите. Давайте так, ладно. Значит, что нам нужно? Вынимаем кофе? Как вы любите. Давайте вынимаем, потому что вот я не люблю это. Так. Ну что, Иван? Ну, не, не, ну все, сейчас вот еще чуть-чуть, сейчас мы... Еще чуть-чуть, еще немного? Еще чуть-чуть, и мы лук уже докладываем мясо. Отлично, отлично. А мясо мы делаем огонь совсем. Это уже у нас прямо... Мясо-то воды-то нет уже, Тим. А вы знаете, чтобы не разваривалось, вот я не люблю. В те времена, когда еще я ела мясо, его готовила, я не люблю, когда очень много воды, потому что оно разварится. Ну, я боюсь, что сейчас у нас просто... Ну, мы сейчас как раз и все соединим, Иван. Да? Конечно. Я, наверное, это могу делать. Как вы считаете, да, лук-то уже стал золотистым, можно, наверное, это... Да, красиво. Скажите, немножечко остановитесь, пожалуйста, полюбуемся. Здравствуйте. А что, любоваться-то? Здравствуйте. Да, поехали? Да. Так, закидали. Закидали, да. Огонь можно увеличить чуть-чуть? Увеличить огонь? Да. Он и так достаточно немаленький, поверьте, не знаю. О, вот это вот самое приятное. А вы знаете, я, например, люблю, если я делаю дома спагетти, да, по-домашнему, то я люблю и туда тарфун добавлять. А скажите мне, ваши дети, Мелания и... Как зовут сына? И Леонтий. И Леонтий. Да. Вот когда они прибегают к вам в кабинет, почему я сказал? Да, в кабинет. Вы знаете, Иван, они... Ну да, вы скажите, я вам отвечу. Да. Так вот, что ваши дети просят вас приготовить? Иван, вы знаете, хочется казаться лучше, чем ты есть, но скажу правду. Ничего. Ничего, да? Ничего, Иван. Потому что, на самом деле, дети любят тоже, как ни странно, определенные вещи. Мелания очень любит курочку и как раз картошку, о которой вы говорили. Ну, конечно. Вот, и есть возможность все-таки питаться... Хотя бы иногда она курочкой. Да. Поэтому, соответственно, курочку приготовить, это не считается, наверное, за то блюдо, про которое дети говорят, мамочка, приготовь нам курочку. Курочку я и так всегда приготовлю. Утром, когда они идут в школу, это обычно бутерброды, потом они возвращаются, это как раз курочка или какие-то мясные блюда, Мелания очень любит как раз мясо. Вот. А потом вечером уже после того, как они возвращаются со школы из каких-то кружков, такие достаточно простые вещи, тоже спагетти, котлетки. И овощи моя мама часто делает. У нас в семье в почете оладьи из кабачков. Любите оладьи из кабачков? Я очень люблю оладьи из кабачков. Да, оладьи из кабачков. Я... Я... Дорогая, Тина, я на секунду. Можно помешать? Сейчас, одну секунду. Может быть, это не нужно перемешивать, да? Не, ну, можно, было бы неплохо, Иван. А, можно? Можно, возьмите, пожалуйста. Ну, давайте, вот так вкусно пахнет. Что? Не знаю, всё-таки вы змеи искусите, Иван. Давайте назовём вещество, я не помню. Тин, вы представляете, что будет? Что? С вами. С вами-то я буду, я знаю, что будет. С вами будет всё хорошо. А вот что будет с теми людьми, которым вы говорили, уберите от меня этот свиной бог? То есть вы сейчас сходите совершить инициацию до глазах у всей страны? Тина, вы за 10 лет впервые, вы едите мясо и говорите, боже мой, чем я занималась все эти годы? То есть обязательно вы должны меня совратить и вот сбить с этого долгого 10-летнего пути, Иван. Нет, нет, ну я мало ли просто. Так, давайте, сливы... Давайте, доставки добавляем, да. Давайте, дорезайте. Сливы можно уже тоже добавить? Да, конечно. Одно другому уже здесь абсолютно не мешает. Я думаю, что сейчас многие наши зрители делают ставки. Делают ставки, в смысле съем-не съем, Иван. Знаете, какие заголовки для желтой прессы, которые вы так любите? Если без как-то экивоков в сторону вашей перепрограммы, то я тебе могу сказать честно, я же безумно в вами поправляюсь. Просто вообще ужасно. Ну все, ну перестань. Ну есть и положительные какие-то у тебя качества. Да, Ник, ну это понятно, да. Ты же хороший человек. Хороший человек. Ну и все. Добрый. А я как поправляюсь? Реально? Ну я как поправляюсь? Ну я поправляюсь, Тина, ну я жру, как паровоз. Ну, ребята, ну не для камер. Ну сколько ж можно? Ну сколько ж можно жрать-то, ну? А для кого, Иван? Для... С такой-то будкой. То ли дело Александр Гордон, единственный из нас, кто ест и не поправляется. Ну потому что он питается внутримышечно. Ну что? Так, что мы делаем дальше? Давайте добавим тогда уже, если можно, и укропчик. И укроп туда же, да? Иван. Да? Подождите, Тина. Смотрите, все, засыпаем. Давайте вы запьете, а я начну есть мясо, Иван. Мне кажется, это будет отличный финал. Так, все, мы перемешиваем это еще раз. Много зелени, много алычи. А вы знаете, как готовится самое простое блюдо у эмеретинцев? Так вот, я эмеретинка, и мне было лет 14, когда, допустим, когда меня впервые туда привезли. И я все думала, что мы будем есть, мне было интересно, а какая национальная кухня. Бабушка жарила курицу, брала вот такую миску, ну, в зависимости от того, какая курица была, какое количество времени нужно было накормить, заливала ее ткемали, красной ткемали, Вань, из красных слив, и готовится просто самым примитивнейшим образом. Жарится курочка, нарезается, и закладывается на час в этот ткемали. Я тоже эмеретинец. Да, с этой минуты. С этой минуты тоже. Так. Все, более вкусного мяса я не ела. Мне бабушка готовила так. Она приходила, приносила курицу из магазина, ставила, народная артистка России, ставила курицу в духовку. Большую курицу. Большую. И курица очень долго жарила с духовки. Потом она доставала эту курицу, говорила, Ваня! И на секунду выходила из кухни. Возвращалась. Возвращалась. И Ваня один уже был на кухне. Без курочки. Без курочки. И бабушка мне рассказала, что Ваня, мой внук, всем она рассказывала, любит курицу есть вдвоем. Я и курочка. А вы и косточки, потому что помните, косточки, это же вопрос, вот обгладывать, да, мозги, вот все, то есть вот так. Вы думаете, почему такой светлый кофе? Молный, красивый, светлый. Куриные мозги. Куриные мозги. Друзья, поверьте мне, столько мозга, сколько высосал я из куриц. Поверьте мне. Вы знаете, может мы нарежем с вами овощи, положим овощи тушиться, да, и после этого добавим уже белого вина. Договорились? Тина, нам нужно сколько, правильно? Два помидора? Давайте, да, два. Вы тоже кушаете или ем только я? Тина, поверьте мне, нами двумя не ограничивается список людей, которые будут кушать в этой студии. Знаете, давайте нарежем так. Вот, знаете, красиво. А вы знаете, как скажете, так я нарежу. Да, красиво. Значит, нарезаем вот такими... Да, дольками. Дольками, смотрите. Устраивает вас вот так вот, да? Как у вас маникюр, он не испортился еще? Вы знаете, Тина, ну я делаю же у Анжелы, у нее хорошо, у нее недельки две держится. Я знаю. Так, Тина, а вы, можно я, значит, нарезайте перец, да, все, помидорку мы нарезали. Да. Теперь скажите мне, Тина, нужно ли нам поставить уже... Да, масло обязательно, конечно, да. Я у вас хотел спросить, Тина, вы то, что называется многостаночница, у вас много мест работы. Качиха, можно сказать. Можно и так сказать? Да. Вот, если можно, для всех нас, вы не могли бы перечислить все виды деятельности, которыми вы занимаетесь? Я плачу налоги, Иван. Что мы начинаем первое закладывать туда? А, что вам больше? Дайте помидорчики. Я бы нам, может быть, даже баклажаны. А, ну давайте. Вы знаете, помидоры всегда дают сок, Иван, поэтому лучше вначале всегда класть помидоры. А, давайте. Давайте. Давайте только это сделаю я. Оп. А лук туда не надо. Потом. Подождите, помидоры и две минутки подождем его, чтобы они потомились. А потом уже все остальное. Так, Тина, на секунду, сейчас у нас одна небольшая рекламная пауза на Первом канале, после которой мы вернемся, вы знаете, что «штопор» в переводе с албанского означает «и вот с тех пор я, ребята, водку шипучкой не запивал». Короче, муж, возвращайся из командировки, заходит на кухню, а там жена сидит и сало целует. Ну, ну чё, всё. Фёдор Михайлович Достоевский. Скверный анекдот. Дорогие друзья, с вами на Первом канале. У нас в гостях сегодня Тина Кандылаки, с которой мы готовим. Тина нарезает лук-порей исключительно для того, чтобы добавить его в овощное, назовём это так, овощное соте. Ага. Ну вообще, если честно, это, конечно, блюдо, которое в любом... во-первых, это в кухне. Не увлекайтесь, туда совсем чуть-чуть надо. Совсем чуть-чуть? Да, совсем чуть-чуть. А это молодой чеснок. Ну ладно, давайте, положим чуть-чуть, вы сколько скажете, остальное заберу домой. Хорошо, как обычно. Молодой чеснок, болгарский перец, баклажан, помидор, всё это крупными кусками порезано, закладывается на сковородку, и просто всё это обжаривается, и томится, тушится, друзья. А вы знаете, вот если говорить о диете, диетологи советуют всегда гораздо лучше, чем, допустим, всё это готовить. Вот все те продукты, которые... Я вместо баклажана ем кабачки, поел, допустим, помидор, через полчаса выпил водички, или запил там чем-то, в зависимости от древних годов, или холодненьким, или тёпленьким. Вот, Тина, вот я положил немало, но поверьте мне, вот мне поверьте, вы не часто мне доверяли, поверьте мне. Иван. Этого количества чеснока хватит для того, чтобы появилось волшебное ощущение его присутствия, но кроме вас об этом знать никто не будет. С момента встречи на этой кухне вам я почему-то вам вообще стала верить, причём теперь уже без договоров. Вот, а теперь, Тина, ну и зелень, ну, наверное, даже не зелень, кинза. Вы знаете, что я люблю? Ну, можно чуть-чуть кинзе, давайте вот, если можно, вот этого лучка добавим. Зелёного лучку, но это придаст пикантность. А я вот, вы знаете, Тин, а вы как? Вот, вот мой запах, вот это, вот это, вот так пахнет для меня. Так вы пахнете с утра, я вам, я так понимаю, да? Извините, Тина. Ну, да, если засыпаю в этом накануне, то да. Так, прекрасно. Прекрасно. Готовится наше блюдо. Тина, не надо ли нам добавить немножко сухого белого вина? Давайте. В чакапуле, поскольку это обязательно. У нас есть красное вино, есть... Мы же спорили, у нас основной спор, который ещё зритель не видел, не слышал, был связан с солью. Тина, чем отличается хорошее сухое белое вино? Тем, в планетах хорошее белое вино всегда открывается вот так. Во-вторых, открывайте, открывайте. И вот прямо, вот так, у нас немного мяса, смотрите, сейчас мы... А смотрите, какая реакция произошла. Тархун и белое вино, они дали вот своеобразную реакцию, смотри, как запах усилился. Тархун, белое вино. Да. Усиливается запах. Сейчас это вино ровно за несколько минут выпарится. И всё, Иван. Останется немножко винной кислоты, привкуса потрясающего. И мы это достанем. Останется главное, Иван. И съедим. Останется главное, мы это достанем и съедим. Аргентина, вы сказали? Нет, в смысле, вы... А, Аргентина. Вот она что. Нет, я поем вот это, потому что вот оно, мое блюдо, Иван. Я это обожаю. Думаю, вам это не понравится, потому что это... Нет, Тина, я ем всё, что на этой... Вы едите всё, Иван. Слушай, мне кажется, что нужно нам сделать побольше... Мальчик выражен на сосисочном отваре, какой вы, однако, знаете... Да, конечно. Бесстрашный, я бы сказала. Конечно. Мало мужчин в моей жизни, Иван, так уверенно, глядя на то, что я приготовила, говорили, я съем всё, Иван. Перец ещё у нас... Нет, это должно ещё вот так вот, вот в таком состоянии, это должно по сути... А вы понимаете, да, что туда по логике можно потом, если бы была курочка, добавить и куриное мясо. То есть уже кто... чем вообще хорошо это блюдо? Тем, что туда можно добавлять всё, что хочешь. Конечно. Значит, друзья, дорогая Тина, помогите мне, я буду повторять ваши рецепты. Да. А вы, если что, меня поправьте. Значит, чакопули так, как готовят в вашей семье. Мы берём баранину на ребрышках. И ребрышки откладываем в одну сторону, а баранину откладываем в другую. То есть срезаем мякоть. В принципе, наверное, кто любит пожирнее, я думаю, что чаще всего происходит именно так, можно просто на ребрышки порубить и прямо так и положить. Выбирайте сами, что вы хотите. Видите, баранину мы закладываем, налив немножко воды в кастрюлю. После этого в эту же кастрюлю мы добавляем обжаренный репчатый лук. После того, как мы добавили туда репчатый лук, мы добавляем туда порезанную, без косточек, просто очищенную, без косточек, кислую алычу. Свежую. Свежую. После этого мы добавляем туда много разной травы. Но самое главное, что обязательно должна быть трава, которая называется тархун. И вторая трава его? Реган. Да. Реган. И всё это должно, друзья, томиться. Потом мы добавляем немножко белого вина и дать этому белому вину выпариться. После чего вы всё это хорошенечко, хорошенечко перемешиваете, вдыхаете полной грудью и говорите «да». Тина, тот самый момент, когда, о котором вы говорили. Я поделюсь с вами, чеснок можно вот... Чеснок можно не класть, поскольку он уже там. Да? А вот хотите, можно положить вот так вот. Ну, мы хотим. И вот, друзья, сейчас мы выключаем это всё. Ой, как вкусно пахнет. Это можно есть без конца, это можно есть весь день, это едим и худеем, понимаете? Да. Да. А посмотрите, какой запах. Да, друзья. И причём, вы понимаете, да, что это блюдо и в холодном виде, оно прекрасно, всё нужно есть горячее, нужно есть холодное. Вот так, и так. Вот так. Универсально всё. Начинаем? Одну секундочку, Тина. Итак, друзья. Красиво у нас? Тина, поскольку Тина у нас не ест мясо, мы это запомнили. Угу. Вот. Мясо ем я. Дорогая Тина, позвольте мне попросить вас положить мне сюда, вашей рукой, при помощи вот этого инструмента. Прекрасно. Боже, какой красивый инструмент. О, да. О, Иван. Да. Жизнь многих женщин, наверное, в нашей стране изменилась в тот момент, когда они вам впервые наложили вот такую красивую лопаточку еду, Иван. Правда же? Вы знаете, мне не всегда лопатами кладут еду, я люблю есть. Но не настолько. Всё, достаточно. Спасибо огромное. Итак, друзья, вашему вниманию представляется чакапули. Угу. Ой. Так, Тина, тогда и я вам, в свою очередь, проассистирую. Просто. Всё очень просто, крупно, по рецепту Тины Кандылаки, крупно мы нарезаем овощи. Помидоры. Помидоры. Зелёный болгарский перец, жёлтый болгарский перец, баклажаны. Да. Здесь вообще всё, вот все эти блюда, они такие типично летние. Я напомню, друзья, мы, выполняя завет Тины Кандылаки, не солили. Ольга Георгиевна, Иван, и Ольга Георгиевна, всё-таки ей будет приятно. Это мамы, да? Да. Давайте поаплодируем. Маме Тины. Угу. Ну что, Тина, начнём с овощей. Давайте начнём с овощей. Горячие, горячие овощи. Ну как? Я пока не попробовал, но... Иван, вы так с аппетитом едите, вы знаете, если бы вы могли так есть у меня дома, в смысле, я имею в виду не у меня дома, а дома у моей мамы, я думаю, что она бы просто была бы самой счастливой женщиной на свете. Она так любит хороших едоков. Да. Едоки, я чуть-чуть себе посолил. А если бы... Ой, вот это вот, не любите вот это? Угу. Ой, Тина. И чёрного перчика туда. Ой, ну вообще, в принципе, овощи удалюсь. Ну и наконец. Иван, ну как? Ммм. Ох, да, ребята. Иван. Вот. Теперь можно вас попросить, Иван, обратиться к Милане и Леонтью и сказать им, что вот они обязательно должны есть то, что я готовлю, учиться на одни пятёрки. Нет. В следующей программе вы узнаете, что маниока в переводе сербского означает «дорогая, сегодня можешь не краситься, идём на фильм ужасов». Спасибо. 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 Спасибо.